Всем привет! Меня зовут Кристина и добро пожаловать на мой канал. Ходила клиентка с этим покрытием в течение полутора или двух месяцев и теперь мы будем снимать покрытие и готовить ножки к зимнему сезону. Как вы можете заметить, здесь уже не раз была подрезана длина. Выполняла я этот педикюр гирлаками от Born Brady и в некоторых местах гирлак вздулся. Это говорит о том, что он у меня плохо просох. Возможно, я нанесла достаточно толстый слой, но когда я начала снимать покрытие, делаю я это керамической фрезой кукурузы с синей насечкой, у меня фреза не забилась. Значит, можно сделать вывод, что гирлак у меня просох. Тогда почему образовались эти пузыри, я пока объяснить не могу. Но надеюсь, что скоро будет так, что у меня не будет никаких пузырей, когда я наношу покрытие гирлаками от Born Brady. Если у вас так же, то напишите мне, пожалуйста, в комментариях. Покрытие я снимаю осторожно, потому что на ножках не делаю никакого выравнивания. Следовательно, покрытие у нас достаточно тонкое. И чтобы не перепилить ногтевую пластину, нужно работать очень осторожно. Полностью убираю длину и подпиливаю форму. Здесь ноготочки сами достаточно большие, поэтому необходимо убрать всю длину в ноль. Также я делаю форму мягкий квадрат. И вот сейчас, думаю, вам видно, как клиентка неудачно себе убрала длину ногтевой пластины, и у нее просто расслоился ноготок. Это происходит тогда, когда наши клиенты подравнивают себе ноготочки не пилочкой, как делаем это мы, а берут, например, в руки кусачки или ножнички и начинают обрезать таким образом себе длину. Но у них же на ножках покрытие, и поэтому покрытие идет на излом, следовательно, и весь ноготок идет на излом, когда они совершают такую манипуляцию. Я, конечно, говорю им, чтобы они этого не делали, но когда носят покрытие больше месяца, естественно, длина сильно отрастает. Приподнимать кутикулу я решила корундовой фрезой, уже раз показывала в своих видео, и теперь предназначила ее для педикюра, и мне это очень нравится. Особенно на таких ножках, когда у нас кутикула очень большая и, можно сказать, жирная, потому что, сколько бы я ее не убирала, она все равно будет постоянно на ногтевой пластине. Также будет очень много птеригии, поэтому за один этап я здесь не смогу вычистить весь птеригий и убрать кутикулу. Я увидела, что у меня немножко забилась фреза в предыдущей цепи, поэтому я взяла бафик, включила обороты и вот так потихонечку прочистила свою фрезу. Но когда вы так будете делать, фреза будет немножко тупиться, поэтому сильно часто так делать не нужно. Работаю я на 17 или 10 тысячах оборотов, зависит от того, какие у меня ножки. В данном случае я понизила обороты, но когда работала на другой клиентке, то повысила обороты. Здесь я их понизила, потому что капилляры находятся очень близко и можно легко поранить клиентку, плюс у нее еще очень сухая кожа. Проработала я на реверсе, на форварде и теперь срезаю видимую часть кутикулы, использую я для этого кусачки. Далее я взяла еще одну фрезу, она похожа на фрезу пламя, но имеет безопасный кончик и не имеет такого достаточно широкого пузика, как у фрезы пламя. Для педикюра она подходит идеально, особенно когда нам необходимо аккуратно прочистить близкие капилляры и надо работать очень осторожно. В этом нас спасает безопасный кончик. Работаю я на 17 тысячах оборотов с переключением реверса. Прочищаю сначала одну половинку ногтевой пластины на всех пяти пальчиков, затем переключу реверс и буду работать в другом направлении. Вообще всегда, когда работаю на этих ножках, мне так нравится наблюдать за их преображением, особенно когда я монтирую видео. Когда работаешь непосредственно при клиенте, ты думаешь о своих каких-то стейсах, как необходимо прочистить, как довести ножки до хорошего состояния. А на видео все кажется так быстро и легко, но на самом деле такой педикюр без покрытия занимает у меня, наверное, часа полтора. Потому что я работаю в несколько этапов, могу даже пройтись еще раз фрезой после того, как второй раз срежу кутикулу, потому что здесь уж очень много всего нарастает и нужно все это убрать. Причем нарастает не только на самих пальчиках и боковых валиков, а даже на самих пальчиках, например, с торца. Там очень часто есть достаточно огрубелые места, мозольки, которые обязательно нужно счистить. Раньше, когда мне было немного страшно работать аппаратом, все эти огрубелости я убирала пилкой для ножек, которые будут работать позднее. Но теперь с появлением аппарата, конечно же, работа очень облегчилась, особенно на этих ножках. Кажется, что мы с вами уже срезали кутикулу, но теперь делаем это еще раз. Отправила я клиентку на 5-10 минут в теплую водичку и теперь наношу гель для натоптышей и мозолей, который заказывала на сайте имкосметик. Наношу его достаточно толстым слоем и после этого заматываю пальчики пищевой пленкой. Заматываю я и пальчики, и стопу, но когда у меня стопа будет, так скажем, размокать под пищевой пленкой, я в это время обработаю пальчики. Беру в руки кюретку и начинаю прочищать боковые пазухи. Также убираю из-под ногтевой пластины всю омертвевшую кожицу. Решила я взять в руки пушер и еще раз пододвинуть кутикулу, которая у меня в водичке, конечно же, размякла, и теперь я могу ее аккуратненько еще раз пододвинуть. Ну и, естественно, снова срезать. Продолжение следует... Когда у меня ножки были в воде, под ногтевой пластиной образовалась небольшая бахрома, поэтому тоненькой пилочкой я ее убираю. Пока я чистила пальчики, прошло уже, наверное, минут 10 или 15, теперь я убираю пищевую пленку и буду приступать к обработке стоп. Использую я свою любимую пилку для ног. Покупала я ее в фикс-прайсе всего лишь за 99 рублей. Качество ее меня очень радует. Очень хороший абразив. Есть и помягче, и потвердше. Сначала я работаю твердым абразивом жестким, прорабатываю все огрубелости и после этого полирую, но уже мягкой стороной пилки. Вот так выглядят пальчики после обработки стоп и зачистки птерики. Также поднятие петикулы и ее среза. Остается мне выполнить шлифовку по маслу. Наношу я масло на все 5 пальчиков, размазываю его и буду приступать к шлифовке. На 5-7 тысячах оборотов я начинаю шлифовать кожу, шлифовать срез, прорабатывать пальчики с внешней стороны, со стороны торца, боковых валиков, в общем везде. Делаю нашу кожу красивой, лоснящейся и ухоженной. После процедуры я наношу увлажняющий крем на ножки клиента и на этом я заканчиваю свою работу. Вот такое преображение у меня получилось. Надеюсь вы помните с какими ножками пришла ко мне клиентка и с какими ушла. Если вам понравился этот результат, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк и подписывайтесь на мой инстаграм. До новых видео! Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok